Здравствуйте! Мы сегодня собрались поговорить о целесообразности устройства биологического мира, вот всего этого, так сказать, сущего, что нас окружает, в том числе и нас самих. Собрались мы поговорить со знающим в этих вещах, очень хорошо разбирающимся человеком, директором Института фундаментальных проблем биологии, академиком Владимиром Анатольевичем Шуваловым. Вот. В одном из наших с вами разговоров, Владимир Анатольевич, вы сказали такую вещь, что вот если бы на один ангстрем переместить одну детальку в хлоропласте, да, вот то КПД сильно бы уменьшился, да. Вот так вот подобралось, что КПД наиоптимальным образом многие биологические объекты, в том числе вот это вот, то, что связано с фотосинтезом, устроены наиоптимальнейшим образом. Это что так вот, случайно всё произошло? Вот случайный естественный отбор, что называется? Нет? Это удивительный вопрос, и вы совершенно правильно его задаёте. Да, действительно, вот достаточно сдвинуть молекулы хлорофила, ну, я не знаю, один ангстрем может недостаточно, а вот на два, три ангстрема, это минимальная величина, это 10 минус 8 сантиметров. Это меньше размеров хорошего большого атома? Конечно, да. И гораздо меньше размеров молекулы хлорофила? Конечно, ну, не гораздо меньше, ну, так сказать, в общем, это где-то третья часть всего на все молекулы порфиринового кольца, который несёт в себе хлорофил, то существенно упадёт действительно квантовая эффективность разделения зарядов, что очень важно нам для поступления энергии в биосферу, потому что вот этот реакционный центр, фото-реакционный центр, он как раз является основным поставщиком энергии в биосферу, потому что у нас другой энергии практически нет в биосфере, вот солнышко нас освещает, зелёное растение поглощает эту энергию световую, преобразует её в энергию сначала из зелёных зарядов, а потом, в конце концов, в энергию химических связей всей нашей органики, какая существует в клетках. То есть они там синтезируют целлюлёзу, предварительно сделав глюкозу, да, из глюкозы целлюлёзу. Сначала смеляться СО2, да, синтез сахаров, в том числе и глюкозы, а потом уже полисахариды, так сказать, и так далее, и так далее, там, и синтез белка, жиров, там, липидов, вот, это всё начинается с первичного разделения зарядов в реакционных центрах. Нет, ну вот теория Дарвина говорит так, вот понимаете, в чём дело, вот если бы у него было бы сдвинуть немножко, ну, не оптимальным образом устроено, они бы проиграли в смысле эволюции, они бы меньше делали, ну, конкуренция, да? Конечно. Вот почему проигрывает производство, которое неэффективно организовано? Потому что оно не может выдать то, что может выдать конкурент. Конкурент более эффективен, да, этот лучше заселяет планету. Это действительно так, да, действительно более эффективные живые организмы побеждают менее эффективные. Хотя, правда, здесь нужно иметь в виду, это так же, как в технике, затраты и результат, да? Можно очень дорогие затраты сделать, можно очень совершенный объект разработать, но можно обойтись и более дешёвым, он менее надёжный будет, но дешёвый. Так, кстати, и в биологии, по-моему, есть, да? Ну, конечно, да. Но Дарвин, в принципе, выдвинул две концепции, которые удовлетворительно объясняют, ну, скажем так, в нулевом приближении. Это изменчивость и, значит, отбор, естественный отбор. То есть, если у вас что-то поменялось, если это не годится, то это отметается эволюция. Если годится, если это лучше, чем было, то, естественно, так сказать, приобретается вновь организмом уже. Ну, вот такие два принципа. Но вот эти два принципа, они хороши для, так сказать, ну, скажем, систем, которые уже отработало всё. Отработало. Вот в физике я бы сказал, что это слейтеровские волновые функции. Вот вы вставили, так сказать, исходные волновые, а потом начинаете их модифицировать, чтобы подобрать, в конце концов, совпадение с потенциальной энергией того же атома, там, или молекулу, там, и так далее. Вам с чего-то надо начать, да? Тогда вы сможете путём модификации, отбора, так сказать, отбраковки, в конце концов, приходится всё более и более совершенному устройству. Ну, это хорошо на словах, но системы, которые функционируют в клетках организма, они настолько сложны, они включают тысячи и тысячи всевозможных процессов, так сказать, биохимических. То есть, наверное, надо не один какой-то показатель подобрать расстояние, а сразу всё. Сразу всё приобрести. Чтобы что-то принципиально новое создать, да? Да. Хорошо там слейтеровская функция волновая, там, имеющая, там, какие-то, так сказать, скопления там плотности, или, наоборот, её разрежения, а тут клетка, которая имеет тысячи ферментов, так сказать, процессов, структур, которые нужно иметь для того, чтобы начать что-то, так сказать, дальше. Вот вы правильно говорили, так сказать, относительно вирусов. Вот простейшая организация, действительно, как бы биологической структуры. ДНК. Это мы с вами за пределами нашей передачи, я сказал такую вещь, что вот мы в чистом виде ДНК существуем только в виде вируса. Но это программа, которая работает будет только попав в компьютер, да? То есть, только попав в клетку. А вот клетка сама по себе, даже самая простейшая клетка, это уже очень сложный аппарат. Наверное, по сложности, наверное, превосходящий наш персональный компьютер, что бывает на столе стоит. Конечно, да. То есть, вы правильно сказали, что можете представить, как вирус, так сказать, функционирует в готовой клетке. Он дает, так сказать, матрицу ДНК, в которой есть набор, как бы, гена там или нескольких генов. И на готовой рибосоме, так сказать, идет синтез соответствующего белка вот под эту матричную ДНК. Каждый, у кого в компьютер попадал вирус, он знает. Вот так именно работает. Компьютер тиражирует этот вирус и еще рассылает по компьютерным сетям. Совершенно верно. Так делается и в живой клетке, и с вирусом. Но как устроена клетка сама, как она появилась со всеми ее структурами? Ну, вот в современной биологии, и вот Александр Сергеевич Спирин, наш академик, ну, и на Западе тоже развивает вот теорию, что на самом деле первоосновой для жизни была молекула РНК. Рибонуклеиновая кислота. Совершенно верно. То есть, вот... Есть там как-то и РНК, информационная РНК, и ТРНК. Совершенно верно. Но это уже детали, да. То есть, и все равно, и та, и другая, да? Ну, не совсем. ТРНК, она, конечно, более специализирована по доставке аминокислот, так сказать, в рибосомы. К месту сборки, да? Да, к месту сборки. А, значит, информационная РНК, это вот та РНК, которая несет информацию, снятую с ДНК. То есть, значит, ДНК – это весь альбом чертежей на изделие, а вот ИРНК – это вот отдельный лист, да, для монтажа отдельного блока, отдельного белка, так? Ну, что-то в этом роде, да. Вот. Так вот, предполагается, что как раз РНК в самом начале, так сказать, зарождения жизни имела, ну, что ли, центральную роль. То есть, почему? Во-первых, она уже несет в себе некую последовательность нуклеотидов, которые могут считаться, в принципе, при наличии рибосомы, считаться в последовательности аминокислот и образования белка. С одной стороны. С другой стороны, она имеет некую ферментативную активность. Ну, они не все одинаковые, но какие-то... Видите, вот как предполагают, что по сравнению с РНК, она, так сказать, спонтанно образовывалась при, так сказать, наличии большой освещенности, так сказать, ну, допустим, влажности, разряда там, в первичной атмосфере. В первичной атмосфере, вот, в первичном зарождении вот этой жизни. Вот. И фактически там был уже материал, ну, скажем, те же нуклеотиды там и так далее. И вот они случайным образом начинали образовывать некую последовательность. И какие-то последовательности отбраковывались, ну, в смысле, они не имели никакого продолжения. А какие-то последовательности начинали как бы проявляться в ферментативной активности. И это важно, потому что если подобралась вдруг последовательность РНК, которая имела, ну, ферментативную активность по, там, скажем, разложению какого-нибудь более простого, там, скажем, образования, ну, типа сахара, там, или какой-то другой молекулы, которые были, так сказать, уже в этой среде. А сахар был в этой молекуле неорганического происхождения, да? Нет. Ну, предполагается, что при зарождении жизни, как бы, должна была быть какая-то органическая основа, то есть органические молекулы уже могли быть. Но сахар это достаточно сложное. Ну, не очень сложное. Ну, нуклеотид это не менее сложное. Это, по-моему, многоатомный спирт. Нуклеотид это более сложное. Она включает и сахар, и адениновые, там, и основания, там, и фосфатные, там, группы, и так далее. То есть более сложное. То есть если мы нуклеотид, как бы предполагаем, что он уже существовал, то сахар, конечно, мог существовать. Так вот, так сказать, как предполагается, именно вот эта РНК, некая последовательность, она, если обладала какой-то ферментативной активностью, в чем-то, в какой-то биохимической реакции, то она, как бы, так сказать, размножалась и закреплялась, в данном случае, в эволюции, и использовалась для чего-то. Пока трудно, так сказать, понять для чего. И если вот такой набор РНК с различными ферментативными активностями, вдруг, так сказать, каким-то образом еще, надо предполагать, соединялись вместе в некое, ну, так скажем, липосоме, то есть... Липо, это что такое? То есть, так сказать, образование, ну, скажем, шарообразное, сферическое, которое закрыто оболочкой из липидов. Липосомы – это тело, липиды – это жиры. Совершенно верно. Вот, если такие липосомы могли образовываться, если были липиды, какие-то, так сказать, ну, что ли, на начальном уровне органического, так сказать, синтеза, они могли образовывать липосомы, и вот, если в эти липосомы внедрялись некие молекулы РНК с ферментативной активностью, если они к тому же могли еще и производить какой-то продукт полезный, ну, какой-то энергетический содержащий там и так далее, ну, как бы, так сказать, развивалось вот изначально вот этот процесс жизнезарождения, клеточное? Это очень важно, что именно клетка. Ну, вот липосома на клетку, на самом деле, похожа только, ну, на уровне микроскопа конца 19 века, наверное, может, даже раньше, да? Ну, может быть, да. Потому что структура клетки содержит... Внутри? Да, очень важные элементы, без которых она клеткой не является. Просто оболочка, окруженная жиром, не является... Клеткой, безусловно. ...живой клеткой ни в коем случае. Безусловно. Пока вы туда не нашпигуете, там, десятки тысяч ферментов... Между ними там еще связь организована. Да, как же, мембраны там, так сказать, метахондрия, там, хлоропласты и так далее. То есть, они отстались за кадром этой гипотезы. Это, по-моему, гипотеза, это чья вот такого вот образования? Жизнь из кооцерватов? Ну, это вообще говорилось еще и о Паренном, нашим известным ученым. И был кто-то, кто аналогичные вещи говорил на Западе, но у нас его не доводили. Один острослов сказал так, что сначала на планете появляется жизнь, а потом живые существа. Один вот так вот какой-то острослов из больших ученых тоже выразил так. Ну, может быть, и так. Что жизнь — это некий, так сказать, химический процесс, да, который вдруг однажды начинает нуждаться для своего продолжения в живых существах. Ну, вот, конечно, преимущество РНК еще в чем заключается? Мало того, что это ферментативная активность, мало того, что это структура, которая может присоединять к себе белки и помогать ферментативной активности, а к тому же РНК может переносить свою информацию на РНК. Вот так называемая обратная транскрипция. Когда у вас РНК, в принципе, может, так сказать, закодировать информацию свою в молекулу ДНК. А вот ДНК, она, как правило, приспособлена природой именно для хранения информации. Она не принимает участие ни в ферментативной активности, ни в связи с белками. Хотя там, конечно, есть хроматины, на которых наматывается ДНК и так далее. Но это совсем другое. Это как бы инфраструктура. Это как бы катушка, на которую наматывают молекулы. Совершенно верно. А вот что касается, так сказать, ферментативной активности, то, конечно, это прежде всего РНК. Вот РНК присутствует в рибосомах, например. Рибосомы – это вот те образования, которые ответственны за синтез белка на матричное РНК. Рибонуклеиновая кислота как раз со словом «рибосома» связана. Совершенно верно. И вот как показывается современное исследование, именно РНК определяет структуру этих рибосом. Хотя там очень много белка, но если вы белок уберете, то увидите, что оставшиеся молекулы РНК, они очень близко повторяют форму рибосомы. То есть, другими словами, скорее всего, надо предполагать, чтобы были вот эти рибосомальные РНК, на которых потом, так сказать, примыкали к ним молекулы белка, определенные рибосомальные тоже молекулы белка, образовалась в конце концов рибосома, на которой может синтезироваться уже белок с помощью матричной РНК. Вообще, проблема возникновения жизни, она очень древняя. Древняя в смысле постановка этой проблемы. И раньше человечество решало очень просто. Бог создал мир, потому что мир уж очень целесообразно устроен. И так вот, глядя, я уже современным языком рассказываю эту версию, нельзя предположить, что без какой-то причины это все произошло. Например, сложный что-нибудь, объект глаз. То есть, объект, ну, как бы сказать-то, орган зрения, да, глаз, это вот, мы как представляем, глаз человека, там, или млекопитающего, глаз, орган зрения. Чтобы ему появиться в организме, ведь нужно, чтобы там наладился синтез светочувствительных... Меретиналя, родопсина. Да, родопсина, да. Который, в общем-то говоря, наверное, для ничего другого там и не нужен, да, скорее всего. Еще чего-то много. То есть, нужно, чтобы появилась вот эта вот, так сказать, нервная, элементы нервной системы, которые эту информацию передают в какой-то там центр управления, там, в мозг или в нервный узел. Нужно, чтобы там была программа, которая там... Хотя бы одного элемента нет, ничего работать не будет. И вот я представляю себе такую вот модель, да. Вот некий завод производит холодильники, да. И он решил освоить новый объект, который называется кондиционер, очень важный и полезный в жарком климате. Вот он начинает его делать как? Постепенно изменяя так, как положено по, так сказать, Дарвину. И первое же изменение, они сняли крышку с холодильника. Значит, оно привело к тому, что рынок эти холодильники покупать не будет, как холодильники, и не будет покупать кондиционера. Потому что он сколько берет тепла, столько он его отдает. Он просто будет нагревать, а не охлаждать такой, на самом деле, не до кондиционера и уже не холодильник, да. То есть, на самом деле, они берут чертежи, чертят, пишут, что им там нужно еще, какие новые детали. Ну и, в конце концов, первый уродливый, но кондиционер. Он уже как кондиционер работает, да. Понимаете, как? Он уже может конкурировать на рынке. Так примерно так же, наверное, и в биологической эволюции происходит. Вот мы-то, в принципе говоря, заглядывая, как это называется, в летопись органической жизни Земли, вот так это называется, видим вот отдельные такие интересные разработки, творца, скажем так, или эволюция, если творец это называется, отдельная разработка, которая одна, другую лучше, новые находки, да. Иногда они повторяются, вот эти перепончатые крылья, у кого их только не было, да. У насекомых были, у млекопитающих были, у рыб, по-моему, даже были, у всех. Всем приладили, да, на всех конструкциях, очень удачная находка, да. Наконец придумали крылья с перьями, да. Соответственно, выпущили целый класс птицы, да, и сколько разнообразных. Новый продукт, в принципе, создала природа птиц, в конце концов, да, теплокровных, мощных таких вот, очень легких, летающих. Ну, и вообще, как-то, вот, как вот вообще к этому воспринимать? Я вас перед передачей откровенно спросил, да, повторите сами этот вопрос, а то я, кажется, что-нибудь не то спросил. Что я вас спросил? Верить ли вы в Бога, я вас спросил, да? Да. А вы сказали. Ну, понимаете, я отвечу так, я, конечно, атеист, ну, я, так сказать, родился в Советском Союзе, воспитывался и так далее. Но, так сказать, единственное, что я в этом плане могу сказать, что мой атеизм связан в настоящее время только с тем, что я не верю в то, что говорит религия. В это я не верю. Потому что она архаичная, так сказать, она пользуется теми представлениями, которые были, там, скажем, две тысячи лет назад. Так сказать, что-то там было рациональное, что-то там было, так сказать, приемлемо. Но в отношении, скажем, происхождения жизни и в отношении Творца, который имеет обличие, так сказать, человека там и так далее. Ну, я с этим трудно мне согласиться. Но в то же время трудно мне согласиться с тем, что вот так вот спонтанно все произошло почему-то на Земле. Я имею в виду происхождение жизни. Мы, так сказать, имея колоссальные, так сказать, возможности под детектированием всевозможных сигналов из космоса, там, очень далеких, и планеты, и галактика, там и так далее. Мы не можем найти никаких разумных сигналов из вот той Вселенной, которую мы обозреваем. Никаких. Это получается так, что мы единственные, кто появился, так сказать, вот с сознанием, с разумом на планете Земля. И что это означает? Что вот вероятность возникновения жизни с возникновением разума и так далее настолько мала, что она могла произойти только вот здесь вот на планете Земля и больше нигде? Ну, может быть, на самом деле так и есть. Но в то же время сразу возникает догадка, что, так сказать, с такой низкой вероятностью могла произойти, так сказать, возникнуть жизнь вот такая сложная, с такими, так сказать, невероятными процессами клеточными, внутриклеточными, и в организме там, и так далее. Это что, так сказать, вот так вот спонтанно всё произошло? И, конечно, возникает очень серьёзный вопрос. А не участвовал во всём этом какой-то высший, так сказать, разум, я не знаю, какая-то субстанция, которая... Какая-то причина, скажем так. Какая-то причина, которая... Чтобы уклончиво. Да, которая противодействует, на самом деле это удивительно, вот Стругацкие об этом писали, которая противодействует вот той совершенно безудержной силе, существующей во Вселенной. Это вот звёзды, галактики, так сказать, образования всевозможные, имеющие колоссальную энергию и колоссально неразумно расходующую эту энергию. И вдруг противовес этой всей неразумности, вдруг возникает жизнь, которая использует эту энергию для того, чтобы, так сказать, возникли существа биологические, у которых, в конце концов, появляется разум, который уже начинает думать, как перенести жизнь на другие планеты, как перенести, так сказать, вот то устройство органическое, которое есть у нас на Земле. С энтропией они справляются ещё и живые существа. Совершенно верно, это негаэнтропия, фактически это синтез негаэнтропии. Что они работают в противоположную сторону тому, что должно вообще нормально развиваться. Что есть в космосе, да. Да, что есть, так сказать, вот по законам статистической физики. Конечно. Против неё работают. Против неё. И такое впечатление, что мы созданы не так просто, чтобы выпить, закусить, поспать, а несём некую миссию, которая во Вселенной фактически сводится к тому, что мы действительно в противодействии всем этим неразумным тратам энергии, мы начинаем некий маленький очень синтез вот этого разума, который может привести к тому, что при, конечно, масштабировании и так далее, мы сможем преодолеть вот это вот колоссальное накопление энтропии, когда всё превращается, в конце концов, в тепло. И вот если это так, то наша миссия, конечно, в том, чтобы прежде всего расширять поле своего влияния, так сказать, переноса на другие планеты. Миссия, предназначенная нам кем-то, какой-то причиной, которая вот... Наверное, да. ...поспособствовала нашему возникновению, да? Да, да, да. Творец, он так условно назвал. Ну да, как бы он, так сказать, пытается предотвратить полный распад, так сказать, разложение Вселенной на энтропию, ну, точно, в другом слове, в тепло. И мы призваны, чтобы это делать. Вот удивительная вещь, вот я всегда сравниваю с тем, вот этот вопрос с тем, какое предназначение вообще животных в нашем мире, насекомых там и так далее. Ведь они в основном, так сказать, их предназначение к расширению зелёного покрова на нашей планете. То есть перемещение, ну, вы знаете, так сказать, птицы, насекомые там и так далее, опыляют там, переносят пыльцу там и так далее. Переносят животные, значит, уже готовые семена там, расширяют, расширяют всё время сферу, так сказать, растительную на нашей планете. И помогают размножаться и заселять Землю, растения. Вот наша миссия может заключаться в том, чтобы расстелять всё это, и прежде всего растения, на другие планеты, во Вселенной. И для этого вот космические корабли и строятся? Да. Очень здорово. Время наше подходит к концу. Кстати, я хочу вам напомнить, вот вы рассказывали ту, так сказать, версию, вы природный атеист по образованию, да? И я так с удивлением немножко слушал версию о неком таком антропоморфном божестве, которое создало, значит, на самом деле в авраамических религиях, которые уже несколько тысяч лет существуют, там вот такого антропоморфного существа-то нет на самом деле. Это вас атеисты обманули. Там нет никакого такого вот антропоморфного полдуна, который всё это наколдовал нам Вселенную, кстати. Ну, может быть, да. Ничего в этом плане я о чём говорил, о том, что религия предлагает нам человек подобное существо, вот я в это не... Нет, ну, оно не человек подобное, оно не антропоморфное, я им так философским термином таким обратился. Ну, конечно. Время наше стекло, спасибо вам большое, вот никогда у меня ещё не было у меня академика, который откровенно сказал, что Бог есть. Нет, я так не сказал, но похоже на это. Но похоже на это. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, и нашей публике спасибо за внимание, вот призадумайтесь над своей миссией перенесения жизни на другие планеты, в частности, за ответственность перед тем, кто нас сотворил. Всего доброго, до свидания.